Несколько десятков родителей солдат-срочников проводят акцию протеста в Ереване. Они требуют, чтобы их сыновей, которые вернулись на недельный отпуск, оставили служить в Армении и не отправляли обратно в Карабах. Об этом передает Дэй Ас со ссылкой на армянские СМИ. Нам в тот день слово в слово сказали, Азербайджан и Россия не пускают наших солдат служить в Карабахе. Мы сказали, хорошо, пусть проводят жеребьевку, и парни пусть служат в Армении. А сейчас говорят, нет, они должны вновь отправиться в Карабах. Никто из ребят этого не хочет, и мы этого не позволим, сказала в беседе с журналистами одна из участниц акции «Мать солдата». Отец другого солдата сказал, что его сын отправился на службу летом, служит всего четыре месяца и прошел через все ужасы войны. Почему он опять должен через это пройти? Спрашивает он. Еще один мужчина отметил, никто нам не дает никаких гарантий, что наши дети живыми дойдут до Карабаха. Так что никуда они не отправятся. Мы перекроем дороги и не пропустим автобусы, сказал он. Позже автобусы, припаркованные внутри военного университета, уехали, но они были пустыми. Некоторые родители солдат продолжают оставаться возле военного университета имени Вазгена Саркисяна, ожидая четкой информации о дальнейшей службе своих сыновей. Родители вправе бояться за жизни своих сыновей, так как азербайджанская сторона четко предупредила, что Карабахский регион – это международно признанная территория Азербайджана, и любой вооруженный гражданин иностранного государства, в данном случае Армении, на азербайджанской территории будет считаться диверсантом и террористом, в отношении него будут предприняты соответствующие меры. Вторая Карабахская война продемонстрировала, что 90% всех уничтоженных – это военнослужащие вооруженных сил Армении, их останки перевозят в Армению, придают земле на кладбище Йороблур в Иреване. Нет никакого мифического образования под названием «Армия самообороны Нагорного Карабаха». Впрочем, его никогда и не было. Во-первых, этих ребят посылают на верную смерть, поскольку Азербайджан никогда не смирится с присутствием иностранных военных на своей территории, тем более армянских. Во-вторых, у этих ребят нет никаких шансов переформатировать обстановку, сложившуюся в результате поражения Армении в войне против Азербайджана. Родители этих ребят больше не хотят участвовать в преступной авантюре армянских властей, не хотят отправлять своих детей на суверенную территорию Азербайджанской республики.